Около тысячи детей ждут в очереди на детский сад в Риге. У самоуправления есть свободные здания, подходящие для нужд дошкольных учебных заведений. Но не в тех районах, где на садик есть спрос. Но есть и хорошая новость. В рамках оптимизации сети школ скоро освободится здание в Межепарке, где через полтора года откроют новый садик. В него смогут записать детей, живущих в Чек-Куркансе и Сар-Кандаогове. Там наша кухонька. Здесь кабинет медсестры. Учительская. Совсем маленькая. Педагог Эва водит нас по помещениям пятой школы-интерната. Она располагается на улице Стокхолмас в Межепарке. В советское время здание строилось для нужд детского сада. В школе здесь тесно. В интернате учатся особенные дети. Важно, чтобы в каждом классе была зона отдыха. Если у ребенка случился приступ или захотелось спать, он должен иметь возможность сразу прилечь. Это самый большой класс, но и в нем тесно. Такая же ситуация и в филиале на улице Славу. Педагоги давно просили Рижскую думу подыскать для школы-интерната более удобные помещения. И чтобы они находились по одному адресу, а не по двум, как сейчас. И вот такая возможность появилась. Мы с 90-х годов находимся в домах, которые были построены для детских садов. И, конечно, это не школы. Для наших детей это будет очень хорошо быть вместе, быть в просторе. Там лес вокруг, хороший воздух, можно будет гулять с детями. Хорошие обстоятельства, лучшие обстоятельства будут. В ходе реорганизации к пятой школе-интернату присоединяют Рижский санаторий-интернат. А располагаться они будут в здании Набриево-Безгатве, которое 9 лет назад реконструировали. Там сейчас находится санаторий-интернат. В одной школе учатся 208 детей, в другой — 130. Места хватит всем. Единственная проблема — такие дети тяжело принимают любые перемены. Потому готовить к переезду их начнут заранее. Нам очень много работ надо будет вложить сейчас, весной, показывая фотографии этой школы, этого здания. Может быть, даже ехать туда и смотреть, чтобы дети привыкли. Потому что у нас учатся дети с функциональными нарушениями разной тяжести. Для приема новых учеников в здании санатория-интерната летом проведут косметический ремонт. А осенью начнется реконструкция освободившихся помещений на улице Стокхолмас. Так, чтобы уже к 1 сентября 2020 года там начал работать новый детский садик на 100 детей. Межапарк не тот район, где самые большие очереди. Самые большие очереди в центре. Поскольку родителям, наверное, удобно завозить ребенка в сад по дороге на работу. Но в Межапарк удобно будет привозить детей из Чекуркаунса и Саркандаугавы. Так что там группы точно будут заполнены. И хотя у Рижской думы есть свободные здания, пригодные для оборудования там. До школьных учебных заведений не в каждом районе на них есть спрос. К примеру, в Этсмилогрависе укомплектовать группы и подыскать персонал в новый детский садик было большой проблемой. Всего в очереди на детский сад стоят около тысячи детей. Даже если открываются новые группы и есть дополнительные места для детей, мы получаем звонки от жителей, которые спрашивают, к примеру, так. Мы переехали из региона в Ригу. Что нам делать, чтобы записать ребенка в садик? Миграция влияет и на очередь. Что касается пятой школы-интерната, то для нынешних педагогов и технического персонала санатория-интерната в объединенной школе работа тоже найдется, обещает директор. Ян Рубинчик, Олаф Спиршевиц, Латвийское телевидение.